СВЕРХЕСТЕСТВЕННАЯ Можем ли мы раскрыть секреты сверхъестественного? Существуют ли ангелы? Есть ли жизнь после смерти? Реальны ли чудеса исцеления? Можем ли мы получить сверхъестественную помощь из другого измерения? Описано ли наше будущее заранее? Сидрот уже 30 лет исследует загадочный мир сверхъестественного. Сидрот сегодня с вами в программе «Это сверхъестественно!» Здравствуйте, с вами Сидрот и Чарльз Вэнс. Многие люди, предсказывающие будущее, говорили мне, что в следующем году финансы, особенно что касается США, подвергнутся большим потрясениям. Мы переживем очень трудные времена, и мне кажется, что именно для этого Бог и дал Чарльзу Вэнсу один очень важный урок. Зачем Чарльз родился, вырос и живет в Западной Вирджинии? Я знаю, что в Западной Вирджинии, по статистике, наблюдается самый низкий доход по сравнению с другими штатами Америки. И Чарльз Вэнс не был исключением. Чарльз, в вашей жизни был период, когда ваши доходы были ниже прожиточного минимума. И вы считали, что так оно и должно быть? Ведь так? В моей жизни был такой период. Помню, я как-то получил повышение и подумал, это поможет мне вырваться из бедности. Но как только я получил повышение, правительство подняло уровень прожиточного минимума, и мои доходы снова оказались ниже этого уровня. Я знаю, что вы работали в строительной индустрии, и наверняка помните то время, когда в этой стране можно было вложить деньги в недвижимость и не бояться потерять их. Ведь было такое, вы помните это? У вас в голове наверняка остались мысли о том, что так было всегда. Если вы не верите, что есть Божья воля на то, чтобы получить благословение или процветать в финансовом смысле, вы, скорее всего, будете делать все возможное, чтобы упустить возможные деньги, даже если они идут прямо к вам в руки. Когда я оглядываюсь назад на свою жизнь, я вижу, сколько раз я сам снова и снова делал это. Так происходит, потому что вы просто не верите в то, что это случится, или же не верите в то, что вам сможет представиться такая возможность. Заканчивается все тем, что вы упускаете ее, а ведь вам так много раз самым сверхъестественным образом предоставлялось столько возможностей. Итак, в 1975 году вы начали работать в строительной индустрии. В 1981 вы столкнулись с тем, что процентные ставки выросли на 21%, и вы оказались в большой беде. Как изменилась ваша жизнь после этого? Обратите внимание на слово «изменилась». Чарльз сейчас является одним из богатейших людей в мире. Как вам удалось изменить свои доходы от уровня ниже прожиточного минимума до уровня одного из богатейших людей в этом мире? Как вам это удалось? У меня был один друг. Я сам рос, посещая церковь, которую я называю «старой церковью». Старую традиционную церковь. Мы росли, слушая о том, что для одних Бог что-то делает, другие ничего от Него не получают. Нам говорили, что мы никогда не узнаем, почему так происходит, потому что нам никогда не понять Бога. Мой друг показал мне несколько строк из Священного Писания, благодаря которым я стал смотреть на Бога по-другому. Я понял, что Бог добр, что Он создал меня по Своему образу и подобию, и по Своему образу Он поставил меня владыкою над делами Своих рук. Он создал все остальное, потому что хотел, чтобы я был здоров, потому что хотел, чтобы я процветал, чтобы я был счастлив. Боже, когда я прочитал эти строки Священного Писания, я задумался обо всем этом. Я еще не мог постичь этого до конца, потому что прежде не слышал ничего подобного, но, знаете, в старой церкви все было немного возвышенно. Значение человека там немного занижалось. Там говорили о том, что после смерти у вас есть возможность попасть на небеса, где все так прекрасно, где стены построены из ясписа, ворота из жемчуга, а улицы вымощены золотом. Я подумал тогда, что все это немного странно, потому что если вы поищете этимологию словосочетания «эдемский сад», вы увидите, что слово «эдем» означает «наслаждение», то есть это сад наслаждений, золото можно найти у истока реки, протекающей в «эдемском саду», ведь Адам и Ева ни в чем не нуждались. А затем можно отправиться в Новый Иерусалим, ведь это там улицы были вымощены золотом. То есть я понял, что целью нашей жизни является процветание. Я задумался, где же тогда был Бог? Не там ли, где я был тогда? Я продолжил изучать Слово Божие и стал понимать, что это не дыра во времени. Все дело в нашей обязанности верить Богу. Когда я говорю «верить», я имею в виду принять веру в Слово Божие, развивать веру в Слово Божие и применять ее в действии. Послушайте, много времени люди думали, что все, что они должны делать, так это слушать Слово Божие. Но Иаков сказал «будьте же исполнителями Слова». Итак, вы попали в некий цикл. Ничего в вашей жизни не ухудшилось, вы просто стояли на месте. Да, как же вас озарила эта мысль? Как же вы поняли, что Бог хочет сотрудничать с человеком, чтобы тот смог процветать во всех сферах своей жизни? Но вам может понадобиться много лет, много времени, чтобы этого достичь. Вам для этого потребовалось много времени. Чарльз, если честно, скажите нам. Да, мне потребовалось очень много времени, и все это, как мне кажется, произошло, потому что я не до конца во все это верил. Но вы бы точно поверили в это, если бы знали то, что знаете сегодня. Да, мне бы тогда удалось достичь процветания в течение нескольких месяцев. Итак, вы стали одним из богатейших людей в мире. Вы наверняка наделены необычайным даром. Наверное, для этого надо быть необычайно ловким. Спасибо за комплимент. На самом деле, все не так. Слово «талант» означает, что в нас есть нечто врожденное. Я довольно хорошо играю на гитаре, но чтобы научиться играть на гитаре, мне потребовалось шесть лет, причем я практиковался по шесть-восемь часов в день. Мне все не так уж просто и дается. Но когда я понял принципы и законы Слова Божьего и начал применять их в своей жизни, все стало работать как надо. Надо просто не смотреть назад, не отрицать все это. Помните, как Петр ходил по воде? Все помнят эту историю. Он начал тонуть, потому что обратил внимание на ветер. Несколькими строками ранее в Библии говорится, что ветер уже дул до этого. Это означает, что ветер лишь продолжал дуть. Петр обратил внимание на ветер, понял, что он очень сильный, и начал тонуть. Он сказал, Иисус, спаси меня. И Иисус простер руку и поддержал его. Иисус сказал ему, маловерный. Но я изучил семантику этого слова. Слово «маловерный» означает того, кто верит во что-то лишь короткий срок. Много раз у нас были лишь вспышки веры. Давайте будем последовательным. «Чарльз, площадь вашей церкви — 40 тысяч квадратных метров. Это довольно затратно. Как так вам зашел ваш дядя? Что он вам сказал? Он сказал, «Чарли, сынок». Он говорил немного забавно, потому что был родом из деревни. Он сказал, «Я знаю, что тебе наверняка помог Господь, потому что ты недостаточно хитер, чтобы достичь всего этого сам». Вы с ним согласны? Я согласен с ним, поскольку в нашу жизнь приходит так много всего, когда мы понимаем, что связаны с Богом благодаря благоволению. Благоволению Господа Бога. Хочу сказать, это просто замечательная мысль. Мы поговорим об этом через несколько мгновений. Оставайтесь с нами. Мы вернемся через несколько мгновений. Я хочу услышать больше о БГБ. Это аббревиатура, используемая для словосочетания благоволения Бога. Это сверхъестественно. Когда Иисус молился о том, что все будут едины, было только две группы людей — евреи и язычники. Они были равноценны. Две тысячи лет спустя его молитва еще не исполнилась. Целью Бога с самого начала было сделать все народы едиными в Иешуа, Мессии, Христе, чтобы разрушить стену, разделяющую иудеев и язычников. Мир может поверить, что Иешуа является Мессией и Господом всех людей. Когда духовная ДНК евреев смешается с ДНК Христиан Нового Завета, начнется то, что апостол Павел назвал «жизнью из мертвых». На сайте Сидорота вы найдете статьи на самые актуальные темы и учения об одном новом человеке. Зайдите на наш сайт сегодня. Наш адрес — sidrot.org. Заходите на наш сайт сегодня. Это сверхъестественно. С вами Сидорота, Чарльз Вэнс. Как можно достичь процветания в тяжелые времена? Многие люди, не будучи пророками, знают, что в следующем году Америка, да и не только Америка, будет потрясена финансовым кризисом. Итак, Чарльз, вы уже называли мне кое-какие статистические данные о том, что произойдет с американской экономикой. Давайте же повторим это еще раз. Если вы доверили свои деньги американскому правительству, то есть Федеральному резервному банку, то пришло время хвататься за голову, потому что долг нашего правительства составляет 13 триллионов долларов. Знаете что? Я даже не могу представить себе это число. 13 триллионов долларов. Позвольте вам помочь. Давайте. Если вы начнете считать тысячами до 13 триллионов, вам для этого потребуется почти 400 тысяч лет. Причем это без учета времени, которое требуется на сон. 24 часа в сутки. Это ошеломляет. Каждый день к этому долгу прибавляется по 4 миллиарда долларов. Мне кажется, что это трудно понять, потому что суммой в 1 миллиард долларов обладает только 225 богатейших людей мира. 225 самых богатых людей в мире. Мы вышли из-под контроля. Наше правительство полностью вышло из-под контроля. Никто ничего не делает, чтобы остановить эти расходы. Они недавно проголосовали за то, чтобы... Ну, я думаю, что вы об этом слышали. Несколько месяцев назад они проголосовали за увеличение размера национального долга еще на 2 триллиона долларов. Заметьте, это были бизнесмены. Это были умные люди, искушенные в бизнесе. Я убежден, что за кулисами всего этого наверняка что-то происходит. Как долго страна может проводить такие манипуляции с деньгами? Страна продолжает брать деньги в долг у Федерального резервного банка. В мире уже не хватит золота, чтобы покрыть эти долги. По крайней мере, золото, о котором нам известно. Но я уверен, что и всего золота на планете не хватит, чтобы покрыть долги Америки. У нас самые большие долги в мире. Итак, у нас самые большие долги в мире. Но хуже всего, что я и Чарльз живем в США, причем Чарльз живет в наиболее бедствующем штате США, Западной Вирджинии. Что же вы собираетесь делать? Чарльз, может быть, уехать из Америки? Вам не страшно оставаться здесь? Не страшно. Знаете ли, когда говорят о движении денег или материальных вещей, на самом деле ничего не происходит. Они просто переходят в другие руки. Наукой доказано, что нельзя разрушить материю. Она не разрушается, а просто перемещается в другое место или принимает другую форму, изменяет форму. Она переходит от одного человека к другому. Знаете, когда Израиль освободился из-под египетского господства, которое продолжалось 430 лет, за одну ночь произошла передача богатства. Они взяли с собой золото и серебро. Египтяне были рады, что они уходят, потому что они только что пережили самые ужасные времена. Деньги никуда не ушли. Товары никуда не ушли. Они просто перешли в другие руки. То есть произошла перестановка. Иногда мне неудобно пользоваться этим термином из-за предзятых стемнений, но и сейчас в мире происходит передача богатства. А вас каким-нибудь образом затронет эта передача богатства? Я считаю, что она затронет всех. Проблема заключается в том, что некоторые люди потеряют свои богатства, и они перейдут к другим людям. Наверняка следующее, что я скажу, приведет некоторых в шок, но я считаю, что в потере богатства христианами и передаче его другим людям заключен великий смысл для христиан, потому что деньги перейдут к людям, которых Бог, а именно Иисус, называет добрыми рабами. Чарльз, эта мысль кажется вам очень хорошей, но хочу вас кое о чем спросить. У вас есть свой приход. Как на это реагировали люди из вашего прихода, ведь он находится в самом бедствующем штате Америки? Нашу церковь за последние несколько лет посещала, и несколько миллионеров, где-то 5 или 6 миллионеров, которые выросли в нашем штате. И в своей церкви мы говорим не только о недостатках экономики, но если уж говорить об экономике, то есть несколько библейских стадий, которые приходится пройти, чтобы богатство перешло к нам. Неужели это способ достичь БГБ? Я имею в виду благоволение Господа Бога. Неужели это способ для того, чтобы достичь Его? Мы знаем о том, что вскоре произойдет, и если мы начнем достигать БГБ прямо сейчас, я говорю очень упрощенно, если мы, следуя духовной истине, начнем достигать БГБ прямо сейчас, когда в Америке начинается экономический крах, останутся ли еще здесь деньги? Придут ли эти деньги к нам снова? Чарльз, ответьте нам, пожалуйста. Что нам делать в это время? Если мы начнем достигать этого благоволения, то да. Ко мне оно уже пришло. Знаете, где-то полтора месяца назад я услышал в новостях, что в ближайшие 12 месяцев, то есть в следующем году, в Америке произойдет более миллиона новых случаев лишения права выкупа по закладной. То есть миллион человек потеряет свои дома. Я недавно купил три дома в этом году, и купил их за сущие гроши. Знаете, я верю в то, что Бог дал эти знания Чарльзу специально для таких времен, как сейчас, и все это связано не только с недвижимостью. Если вы начнете достигать благоволения Господа Бога, Он даст вам идеи. Я лично хочу узнать, как достичь благоволения Господа Бога. Мы вернемся через несколько мгновений. Это сверхъестественно. Новый человек. Целью Бога с самого начала было сделать все народы едиными в Ишуа. Когда евреи и христиане станут едиными в Иисусе, мы переживем величайшее деяние Божие, которого мир не ведал прежде. Если вы хотите испытать Божий Дух, Божью Любовь, Божью Силу, зайдите на сайт Сидорота и узнаете больше об учении про нового человека. Наш адрес sidrot.org Заходите на наш сайт сегодня. Это сверхъестественно. С вами Сидрот. Я намереваюсь узнать больше о принципах достижения БГБ, то есть благоволения Господа Бога. Ведь вскоре мы переживем времена, в которые благоволение Господа Бога покинет нас, поскольку в следующем году Америку ожидает финансовый кризис. Это Чарльз Вэнс. Прежде чем вы расскажете нам, как достичь благоволения Господа Бога, мне хотелось бы узнать, годятся ли эти основанные на Библии принципы для стран Третьего мира. Конечно, годятся. Мы побывали в нескольких странах. Как только люди понимают эти принципы или просто узнают о них, они сразу же хотят, чтобы мы рассказали о них и другим людям из их страны. Мы отправляемся в страны Третьего мира, где царит бедность, и учим людей, как стать богатыми и процветающими. Это то же самое, что войти в комнату полную больных людей и не сказать им, что они могут исцелиться. Они работают абсолютно для каждого. Для каждого, кто будет руководствоваться этими законами, этими принципами в своей жизни и подкрепит их своей верой. Мы видели, как это происходило в Индии, на Гаите. У нас есть доказательства того, что происходит, когда мы проповедуем об этих принципах. Итак, теперь расскажите, как же всем, кто смотрит нас сейчас, достичь БГБ, благоволения Господа Бога. Я хочу получить это благоволение. Я не хочу зависеть от государственной системы, о положении которой вы недавно мне рассказали. Я не хочу, чтобы мои финансы зависели от этой системы, потому что тогда то, что будет происходить с государством, будет происходить и со мной. Так как же достичь благоволения, оставаясь в Америке или в какой-нибудь другой стране? Нам надо постичь эти древние принципы. Эти принципы были придуманы не кем-то, кто жил в нашем времени. Они взяты из Библии. Они взяты из Ветхого Завета и Нового Завета. Один из них — это церковная Десятина. Я думаю, что многие люди не понимают, что Десятина принадлежит Богу. Это святыня Господня. Об этом сказано в книге Левит в 27 главе. Благодаря уплате Десятины может произойти нечто, что мы иногда теряем, потому что не сознаем, что это может произойти. В третьей главе книги пророка Малахии говорится, что Бог изольет благословение. Там не сказано, что Он изольет кучу благ. Там сказано, что Он изольет благословение. Когда я это понял, я осознал, что Десятина никогда не приносит кучу благ. Она приносит только одно благословение. И это благословение, благодаря которому Бог открывает окна небесные и изливает небесные блага в нашу жизнь. Сейчас многие люди могут подумать, что у них сразу появятся машины, дома, деньги, доллары начнут падать с неба. Но это не так. Небеса — это сверхъестественное место. Если Бог изливает небесные блага в нашу жизнь, то Он должен излить в нашу жизнь и сверхъестественные события. Но некоторые люди, платя десятину, могут подумать, «Итак, я заплатил тысячу долларов, значит, я получу десять тысяч или даже сто тысяч». Затем они станут ждать этих денег. Из-за этого они даже могут потерять благословение. Благословение — это не то, что успокаивает вашу душу. Благословение — это то, что исходит с небес. Оно означает новые идеи, новые мысли, озарения. На нас изливается благоволение Господа Бога. Вы думали об этом много раз? Так бывало у всех. Почему? Почему же у нас это не получается? Разве не к нам приходила эта идея? Откуда она взялась? Если это была хорошая идея, то она была от Бога. Что же вы сделали с ней? Заметьте, это уже не входит в Божие обязательства. Я сделал то, что сказал мне Бог. Бог сделал то, что Он обещал. Что же мне теперь делать с благословением, которое войдет в мою жизнь? У меня есть обязательство принимать идеи, концепции, озарения и благоволение. Иногда я задумываюсь о том, что не хочу испытать благоволение Господа Бога просто так. Итак, вы внесли десятину. Что дальше? Заметьте, Чарльз сказал очень важную фразу. Он сказал, что десятина принадлежит не Ему. Она принадлежит Господу. Почему же вы так сказали? В Библии говорится, что это святыня Господня. Все дело в наших решениях. Бог дает нам шанс. Иисус говорил об этом в Новом Завете. Он неоднократно говорил об этом. Бог ищет. Он ищет верного и благоразумного Дома Правителя, который к тому же будет хорошим менеджером. Допустим, я дам вам тысячу долларов и попрошу, Сид, вот держите деньги и расплатитесь ими с одним из ваших сотрудников. А потом вернусь и спрошу, вы расплатились ими с одним из ваших сотрудников? Если вы ответите, нет, то вы плохой менеджер. Это были мои деньги. Я дал вам инструкцию, что с ними делать. Если Бог и дарует нам десятины, то они не наши. Он дарует нам их, чтобы мы распоряжались ими. Если мы делаем что-то помимо того, что Он нам сказал, мы должны понимать, что это означает не просто поручение, как, например, сходить на склад и что-то принести. Оно обращено к священникам, проводящих службы. Почитайте внимательно двадцать пятую главу Евангелия от Матфея. О десятине все понятно. Что дальше? Дальше в дело вступают высшие силы. Именно они все решают. Зачем же тогда это делать? Иисус сказал, давайте и дастся вам. Меру добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Господь рассказал вам об одном принципе, о котором я лично никогда не слышал. Он называется принцип парника. Расскажите о нем. Итак, принцип парника. Если вы откроете третью главу книги пророка Малахии, то вы увидите все такие строки. Я не только и залью на вас благословение до избытка. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. Слово пожирающие означает потребителя, то есть того, кто придет и съест все наши плоды. У всех из нас наверняка была такая ситуация, когда казалось, что сейчас произойдет что-то существенное, а затем дело вдруг проваливалось. Во всем виноваты те, кто потребляют наши плоды. Пожирающие. Десятина помогает создать некое подобие парника, защищающего наши плоды, семена, что мы посеяли. Бог сказал, я сверхъестественным образом буду защищать их. Я не позволю им раньше времени упасть на землю. Иначе говоря, это означает, что к нам снова придут настоящие изобилия и процветания, и надо готовиться собрать этот урожай. Расскажите вкратце о ком-нибудь, кто последовал этим принципам и к чему это привело. Как насчет того человека, который стрижет траву у линий электропередач? Только побыстрее. Один из хороших друзей нашей церкви, который посещает нас уже несколько лет, последовал этим принципам, и вот дело пошло в гору. Как-то он пришел ко мне и сказал, теперь мы будем косить для энергетической компании. Он стал сотрудничать с одной из коммунальных компаний. Я сказал, это здорово. В прошлом году доход его компании составил миллион долларов. Теперь его компания косит траву у линий электропередач. Но ему это удалось, когда он стал руководствоваться этим принципом. Знаете, одна из возможностей иметь БГБ, благоволение Господа Бога, состоит в помощи Израилю. Я знаю людей, которые жертвуют деньги для гуманитарной помощи еврейскому народу. Потому что в книге Бытия, 12 главе, 3 стихе, Бог говорит, «Я благословлю благословляющих еврейский народ», то есть они получат великое благоволение. Я знаю людей, которые помогали евреям вернуться в Израиль из других стран. На их жизнь излилось великое благоволение. Вы же знаете, что мудрый Бог привлекает души. Я верю, что величайшее БГБ наверняка приходит к тем людям, которые помогают еврейскому народу признать, что пришел Мессия. Об этом говорится в послании к римлянам, 11 главе, 11 стихе. Спасение пришло к язычникам, чтобы возбудить в евреях ревность. И евреям нужны знамения и чудеса. Если вы получили БГБ, если вы получили это благоволение, а в мире в это время происходит потрясение, послушайте, как можно возбудить в евреях ревность. Если в вашей жизни происходят чудеса и знамения, послушайте, как можно возбудить в евреях ревность, и подумайте о благоволении Господа Бога. Но нас сейчас смотрят люди, которые не знают Бога. Если вы познаете Его, вы получите вечную жизнь. Если вы верите, что ваши грехи могут смыться кровью Иисуса, и вы сможете очиститься, то попросите Иисуса стать вашим Господом и поселиться внутри вас. Сделайте Его вашим Господом прямо сейчас, в сию же минуту, и тогда благословение и благоволение Господне не применут прийти в вашу жизнь. Смотрите в следующей программе. Предсказания моего гостя Рика Джойнера много раз сбывались, а недавно у него был наиболее серьезный, наиболее настораживающий, наиболее необычайный и яркий пророческий сон о будущем Америки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...